Махина раскручивается потихонечку, никакой ответственности у силовиков нет. Что бы они ни творили, им за это ничего не будет. Понимаете, логика простая. Они смотрят, извините меня за грубое выражение, схавают люди или нет. Пока все хавают. До тех пор, пока будут хавать, ну, так и будет продолжаться. Ну и, соответственно, сейчас для дальнейшего устрашения, да и скорее даже не для устрашения, я думаю, что это делается для того, чтобы доказывать в дальнейшем свой смысл существования. Они будут все закручивать. И вот в том числе вот так вот сажать. И отчитываться потом, что они предотвратили какую-то колоссальную там угрозу, я не знаю, или что. Потому что им нужно показывать, что они эффективны. Для того, чтобы показывать, что они эффективны, что их тактика побеждает, самое главное, они должны с каждым разом все больше и больше усиливать давление. Вот сейчас, в сентябре, скорее всего, после выборов, они пойдут и отчитаются нашему сумасшедшему бункерному деду о том, что, видите, работает, вот ваше там гражданское АП, что-то пыталось, там какие-то хитрые схемы, фальсификации какие-то, а мы просто всех пересажали. И вот работает. Давайте и дальше так делать. Этот дед посмотрит, скажет, действительно, работает, давайте. Все деньги теперь вам, эти теперь на задворке, вот и все. Логично возникает вопрос, у нас сейчас центр принятия решений где, на Лубянке или на Старой площади? Нет, на Старой площади уже давным-давно ничего не осталось. Центр принятия решений основной, я думаю, до сих пор все-таки в воспаленном мозгу одного пенсионера. И это большая печаль и большая опасность для всех 146 миллионов, и не только, для еще и всех соседей. Но вполне вероятно, что человек настолько оторвался от реальности, что, может быть, сам не понимает, какого рода решения он принимает под воздействием вот этих вот науськиваний. Кто ближе к уху, тот и, соответственно, сказал. Что-то сказал такое, во что он поверил? Ну, хорошо поверил. Это же совершенно воспаленный мозг. Даже если предположить, что когда-то он сам в это все не верил, я все-таки не согласен с этим. Но сейчас он абсолютно точно в это все верит, во всякие угрозы, во всякую чушь, которую он там несет, что там Навальный учил кого-то коктейли Молотова делать, ну вот что-то такое. Если это ментальное заболевание, если это одна из форм шизофрении и так далее, то там его не спрашивают, желает ли он или нет. Его болезнь, соответственно, все прогрессирует и прогрессирует. Я думаю, что если он хотя бы какую-то частичную связь с окружающими сохраняет, я думаю, он сохраняет, он, конечно же, желает обманываться, потому что так устроена я-концепция у человека. Она всегда оправдывает себя. Она всегда выстроит все стройным образом таким, что ты оказался весь в белом. Путин продолжит региональные повестки, сообщает у нас СМИ, при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. На ваш взгляд, Александр, что это? Прощальный тур? И как это объяснить? Чего он начал ездить-то по стране? Ну, я думаю, это связано исключительно с тем, что ему шепчут что-нибудь про рейтинги. Плюс перед выборами он, наверное, хочет показать, дескать, какой он хороший, о стране заботится. Поэтому те, кого я новую команду повел, а у него там новая команда в Госдуму, там пятерка новая, это какая-то отчаянная, жалкая попытка ребрендинга, наверное. Ну, как можно ребрендировать одно и то же дерьмо, которое 21 год уже этим дерьмом является? Ну, невозможно. Если оно, извиняюсь, воняет как дерьмо, лежит как дерьмо, плавает, то это дерьмо. Пару слов, Александр. Наверняка ты или обзоры какие-то видел, или, может быть, сам видел прямую линию президентом? Несколько слов можешь сказать, как-то прокомментировать это мероприятие, проводимое ежегодно? Ну, с каждым годом, соответственно, все больше деградирует и деградирует это мероприятие. Ничего общего ни с какой прямой линии, разумеется, не имеет, никогда не имело. Владимир Путин никогда не решится на настоящие вопросы, на несогласованные вопросы. Основным условием любых пресс-конференций и подобных прямых линий является исключительная согласованность вопросов, предварительная, соответственно, их запись и так далее, и пресекание любых иных вопросов, соответственно. Даже когда он общается с зарубежными какими-то там журналистами, у него, естественно, заготовлены всякие методички, но этих методичек не будет достаточно, если вдруг общение будет настоящее. Если бы люди задавали ему настоящие вопросы, ох, они бы ему такого там назадавали, они бы ему там дали жару, он бы вкусил бы настоящий народный гнев, потому что, конечно, прямая линия демонстрирует, что до сих пор используются одни и те же приемы по отвлечению внимания от настоящих проблем, до сих пор используются приемы по созданию образа осажденной крепости, по отвлечению внимания на всякие ЛГБТ, то есть страна просто нищает, а он про ЛГБТ какие-то там, я не знаю, про то, что он в полах запутался. К сожалению, на достаточно внушительную часть населения, по моим примерным субъективным оценкам, примерно процентов 30 населения продолжает в эту чушь верить и вестись. Но самое плохое, что остальные процентов 60 или может даже все 70, они просто, они все понимают, ну как бы они говорят, да от нас ничего не зависит, тут в принципе ничего не поменять. Вот это вот безнадега какая-то жуткая в людях. Люди не отказываются понимать, что только они что-то и могут поменять. То есть когда люди, вот меня часто спрашивают, когда начнет что-то меняться, ну либо когда они все друг друга перегрызут или когда умрет Владимир Путин, либо когда люди наконец-то осознают себя субъектными, когда они себя уважать начнут. Просто говорить, что я не интересуюсь политикой, потому что там какая-то грязь, это себя не уважать. Потому что ты не очищаешь эту сферу, а в этой сфере принимаются решения, которые влияют на твою ежедневную жизнь. А потом ты жалуешься, что в политике грязь. Ну как, сорян мужик, как бы, это твоя проблема. Ты сделал так, что там грязь, потому что ты отдал на откуп политику грязным, мерзким лжецам и ворам. Чего спрашивать-то? Александр, ты наверняка слышал о том, что суд снял с выборов Ильи Яшина за пост в телеграм-канале, который ему не принадлежал. Вот там фотографии Ильи Яшина, несколько комментариев с поддержкой Навального. Как ты можешь это оценить? Ну, просто очередная демонстрация того, что, как бы, суда, во-первых, нет, разумеется, это никого не удивляет. Просто, во-вторых, это означает, что любой кандидат, даже если кандидат искренне, например, не любит Навального, но если его нужно подвести под поддержку Навального, будет подведен. То есть мы можем предположить существование какого-нибудь такого кандидата, который где-нибудь в регионах, например, популярен у себя, по-настоящему не любит там критиковать Навального, но одновременно и ненавидит там действующую власть. И если нужно будет его устранить от выборов, господи, ну, они скажут, что нет, ты любишь Навального. Все, как бы, до свидания. А если поставить фотографию Путина и несколько постов сделать в поддержку Навального? А не считово, не, 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 не считово. Это все поддельные доказательства, скажет продажный суд, совершенно ублюдочный и ничего общего с судом не имеющий. Скажет, ать-ать-ать, вот еще и привлечет кого-нибудь за фальсификацию, из-за доказательств. На ваш взгляд, власть полностью подготовилась к выборам? Ну, никогда нельзя быть полностью готовым к выборам. Но я думаю, что, к сожалению, процентов 99, что они, да, они зачистили поля, но и я пока не чувствую у людей такого ощущения запроса на какие-то, ну, на какое-то хотя бы возмущение. То есть, какое-то праведное возмущение, чтобы выйти на улицы. Ну, опять же таки, это, ну, пока не чувствуется, но это все меняется же за секунду. Например, я никак не рассчитывал, что два года назад в Москве на выборах в Мосгордуму будет такой резонанс. Ну, Господи, кому нужна эта Мосгордума, мне казалось тогда. Ну, просто людям так откровенно плюнули в лицо, что у них, слава Богу, проснулось чувство достоинства. Не знаю, что будет в этот раз. Что-то неожиданное может произойти, что нарушит их планы? Что-то неожиданное может всегда произойти. Шанс на это минимален пока. Но он, естественно, сохраняется. Посмотрим, как люди отреагируют на полностью сервильные выборы в Государственную Думу. Съедят они это или нет. Ну, вероятность того, что съедят велика, к сожалению, да. Но остается надеяться, я всегда надеюсь на вот эту небольшую вероятность, которая всегда у нас с нами есть. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...